Екатерина, в феврале этого года ваша сеть обещала, что в некоторых категориях доля STM будет составлять 80-100%. Будалось ли этих показателей достичь или может как-то к ним приблизиться максимально? Отлично, что мы начали с этой темы, потому что, как говорится, это была информация в какой-то степени выдернута из контекста и по части телеграм-каналов даже прошло, что Ашан обязуется довести долю собственных торговых марок до 80-100%. Это было кое-где перепощено, переписано, как я сказала, уже выдернуто из контекста, что в целом мы планируем довести нашу долю до 80%. Нет, в целом нет, но да, действительно есть часть категории, часть сегментов, по которым было принято решение о том, что мы будем серьезно развивать в этих направлениях долю собственных торговых марок. С чем это связано? Ну, прежде всего мы посмотрели, оценили, как наши клиенты, наши покупатели выбирают товары, как они относятся к собственным торговым маркам, в каких категориях есть барьеры, в каких нет. Нет, происходит замещение на собственной торговой марке наиболее безболезненно. И, соответственно, приняли решение, что действительно, да, по части непрендозависимых, непромозависимых категории мы видим себе в ближайшем будущем, в перспективе до 26-го года, что доля по некоторым сегментам, по некоторым категориям будет приближена к 80-100%. Например? Например. Ну, мы видим, что наши покупатели не видят особой ценности в брендах, там, в одноразовой посуде, в значках для мусора, в ватных дисках или ватных, там, палочках. Это вот просто на скидку, если мы говорим не про продукты питания. Если про продукты питания, то, безусловно, там, ну, не самыми брендозависимыми являются орехи и сухофрукты, какие-то виды консервации. Именно по этим направлениям мы сейчас проводим серьезную работу для того, чтобы довести нашу долю, например, в кулинарии, в каких-то других направлениях, которые связаны, в которых наши покупатели легко переключаются на собственные торговые марки и нет барьеров, долю до 80%. Но еще раз говорю, что это такой процесс, программа, которая у нас расписана на ближайший год-два, и мы в этом направлении развиваемся. Но это никакой мрабросов не соответствует тому, той фразе, что... Нет, это не соответствует той фразе, которую я не единожды прочитала на просторах, как говорится, интернета, что Ашан обязуется довести долю собственных торговых марок до, там, 80%. Мы понимаем, что мы, ну, прежде всего, кипермаркеты с большим, широким, интересным ассортиментом для наших клиентов, и задача стоит только по выборочным категориям. А сколько сейчас в целом собственных марок у сетей, и как это количество меняется? В смысле? Ну, собственных марок у нас... СКЮ, например, если... А, СКЮ, ну, если мы говорим про СКЮ, то в зависимости от сезона, у нас есть сезонный ассортимент. В среднем у нас от 7 до 8,5 тысяч СКЮ. То есть есть... И сейчас мы уже приходим к тому, что наш ассортимент, он является таким очень мобильным. То есть у нас есть кор СКЮ, коренные СКЮ, которые, ну, всегда присутствуют в ассортименте. Но мы переходим еще на планирование, ну, больше делаем сезонных коллекций, больше делаем сезонных предложений для клиентов уже и в собственных торговых марках. Поэтому я говорю, что у нас развитие СТМ не останавливается, и вот в зависимости от сезона цифра эта, она вот может варьироваться. У вас же зонтики в разных ценовых категориях, сколько революбов. Да. Вот как сейчас покупатель себя ведет относительно выбора самого бюджетного продукта? Ну, сколько для вас сейчас в СТМ важна цена? Ну, цена важна всегда. Как бы, будь то низкий ценовой сегмент, средний ценовой сегмент и высокий ценовой сегмент, не надо, как бы, как-то принижать значимость цены. Цена всегда важна. Да, но мы видим, что, ну, не мы видим, а рынок нам говорит, и там через Нильсин, и через Живке, и какие-то другие инструменты, что потребительская активность людей возрастает, что у них есть определенный оптимизм в части продуктов питания, во всяком случае, да. И люди уже относятся более требовательно к качеству продуктов, к качеству жизни через эти продукты, через питание. Поэтому, несмотря на то, что первая цена по-прежнему важна, как важный такой индикатор price perception сети, мы видим, как серьезно в последний год развиваются средние и высокие ценовые сегменты в собственных торговых марках. Какое-то процентное отношение, цифры какие-то можете назвать, или это сложно пока вот цифры вы имеете в виду? Ну, насколько стала вот расти именно средняя и высокоценовая категория в СТЭМ? Ну, здесь есть такое понятие экстенсивного и интенсивного роста, то есть есть интенсивный рост за счет роста потребления, а есть экстенсивный за счет роста предложения. Вот мы растем по обеим направлениям, то есть мы, как условно говоря, like for like перерастаем по тому ассортименту, который у нас есть и был, предположим, в прошлом году. Так, и с точки зрения того, что мы активно заводим новые позиции, более полутора тысяч позиций всего на круг мы заводим в Ашане ежегодно. Соответственно, как бы эта цифра, она, ну, растет, так скажем, на десятки процентов. А кто ваши основные поставщики сейчас в СТЭМ? Это отечественные, импортные, как вот эта доля? Ну, на самом деле, большинство поставщиков доминирующие поставщики российские. У нас даже есть такое, ну, можно сказать, правило, что если это может быть произведено на территории России или там выращено и так далее, то предпочтение всегда отдается российскому производителю, но, к сожалению, ананасы в России пока еще не растут. Соответственно, как бы по части, ну, товаров мы все равно работаем с импортом, с зарубежными странами и привозим, и даем нашим клиентам выбор в части собственных торговых марок и в импортных товарах тоже, в импортных продуктах. Какие категории вы сейчас считаете основными в товарных группах? То есть, ну, может быть, что-то вот вы заводили такое, не ожидали, там оно взяло и выстрелило, теперь это там у вас какой-то товар, который вот номер там, не знаю, если не один, то хотя бы топ какой-то там. Вы знаете, есть такие интересные кейсы, ну, на самом деле сейчас выстреливает прежде всего в продуктах питания какие-то простые, понятные составы. Есть такой тренд, ну, как я бы сказала, на здоровый образ жизни, но здесь даже не такой уж и зож, а то, что люди хотят покупать и питаться правильно, хорошими, понятными, простыми продуктами. Если, например, мы говорим, что выстрелило из неожиданного, ну, вот, например, какой-то продукт питания, мы взяли, выпустили печенье со сливочным маслом. И вроде бы, казалось бы, понятный продукт, сахарное печенье обычное, ну, там, вкусное, но при этом с понятным, простым и очень таким хорошим составом было. И этот продукт, он прям в прямом смысле выстрелил и даже обогнал в продажах там наши, наши лидирующие марки, потому что, как я уже сказала, покупатели сейчас хотят покупать, ну, мы все там, мамы, жены в семье, да, соответственно, помимо нашей основной работы. И мы хотим есть правильно, детей наших кормить понятными продуктами. Поэтому такие простые продукты со сливочным маслом, с творогом, с понятными ингредиентами, они ассоциируются у наших покупателей с таким хорошим образом жизни, правильным образом жизни. Поэтому они и выстреливают в первую очередь. Выстреливают продукты с коротким сроком хранения, типа фермерских, да, выстреливают кулинарию, потому что сейчас, ну, я не знаю, по-моему, только самый ленивый не сказал, что кулинария сейчас тут и она развивается. Если говорить в целом о стратегии развития СДМ в Ашане, то на какие ключевые пункты могли бы выделить? То есть на что вы сейчас будете опираться в ближайшее время? Ну, у нас основная стратегия это то, что Ашан видит себя таким проводником, у нас есть такое понятие в Ашане фуд-культур, то есть развитие культуры питания через продукцию СДМ собственных торговых марок. Безусловно, роль низкого ценового сегмента как ценового индикатора важна, но сейчас наша основная стратегия развития среднего и высоких ценовых сегментов и уникальных товарных предложений, уникального потребительского опыта для наших покупателей. То есть мы хотим, чтобы они приходили к нам и видели, и покупали, и пробовали, и питались у нас позже потом теми продуктами, которые действительно хорошо поддерживают их здоровье, развивают их. Вы знаете, сейчас есть тоже такой интересный тренд про секрет, что мы в какой-то степени стали меньше путешествовать, предположим. И вот сейчас есть такой тренд, что люди хотят через продукты питания путешествовать и очень, ну, как бы вот мы видим в перспективе, что, например, ориентал фуд, это тоже такое направление для развития бизнеса, которое мы в ближайшее время, ну, как бы хотели бы видеть даже в собственных торговых марках. Вот еще момент. Вы не скрываете, что ваш СТМ это ваш СТМ, вы наверняка там контролируете, как и все производители, а вот насколько сильно вы покупателей образовываете в том плане, что вот почему важно доверять вашей марке, что вот вы вот проходите вот такой путь, вот такого выбора, что вот это все качественно, то все отобрано, то, что продумано. Вот сколько вы покупателей погружаете в эту фирму? Ну, у нас есть целые программы, например, у нас есть программа ответственного партнерства, когда мы рассказываем прям, как продукт прошел от, условно говоря, от зерна до прилавка, то есть полной просвеживаемости сырья. Есть такие программы ответственного партнерства, в которых мы потом и ин-стор, и в магазинах, и во всем средствам массовой информации рассказываем, что, кто и как для нас производит продукт. То есть для нас мы рассказываем это, вот если даже вы придете как покупатель просто в вашем гипермаркет, то на пути всего вашего следования по гипермаркету вас будет сопровождать аудиосопровождение. И даже в этом аудиосопровождении мы рассказываем, кто для нас делает продукты, как мы относимся к этим товарам, почему для нас важно качество. И это сопровождает практически весь такой, ну, customer journey, да, такое понятие, там, путешествие, там, клиента, да. И digital серьезная поддержка идет тому, как и у кого и с кем мы производим наши продукты. В основном, безусловно, мы очень внимательно относимся к выбору производителей. Все производители в обязательном порядке проходят аудит производства, и это очень серьезное мероприятие, когда приезжает даже не аудитор из Ашан, а аудитор из компании внешней, по понятным причинам. И мы особое внимание уделяем качеству продукции и немаловажно качеству производства, потому что для нас важно не только какой продукт, но и как он был произведен. И все это мы пытаемся донести до наших покупателей. Рассказываем, показываем, очень интересные у нас сейчас идут постоянные дегустации. Вот то, что я уже последнее время не вижу в магазинах обычной, ну, там, другой сетевой розницы в Ашане, до сих пор у нас есть такие очень хорошие, получающие отличный отклик от наших покупателей. Мероприятие, как дегустации собственных торговых марок, когда наши покупатели приходят в магазин и на месте имеют возможность попробовать каждодневный, у нас это идет практически нон-стоп, тот или иной продукт, создать о нем какое-то свое впечатление даже еще без покупки. Мы собираем все отзывы и потом их учитываем, если есть какая-то обратная связь объективная, при доработке продукта, если это необходимо. То есть мы на всем пути нашего покупателя пытаемся ему рассказать и донести, каким образом мы сами относимся к этому продукту, потому что мы сами абсолютно вовлечены в этот процесс полноценно. То есть мы абсолютные фанатики в этом вопросе, в вопросе качества, в вопросе упаковки, в вопросе кто и что нам будет производить. Поэтому для нас это объективно очень важно. Вы уже упомянули о трендах, которые сейчас нужно учитывать при разработке СТМ. Все-таки каковы будут ваши фокусы, ваши команды в ближайшее время? Что будете делать? Фокусы команды? Ну, как я уже сказала, у нас фокусы в среднем и высоком ценовом сегменте, товарах, которые несут уникальные потребительские преимущества, либо уникальный потребительский опыт, уникальные вкусы, уникальные упаковки. Товары с простым, понятным составом, здоровый образ жизни, товары с ответственным партнерством. Это тоже, как я уже упомянула, очень важная часть нашего развития собственных торговых марок. Все эти направления мы развиваем. Может быть, есть какие-то цифры уже, сколько новых марок появится в каком-то ближайшее время? Ну, мы ежегодно запускаем, мы не оперируем марками, потому что у нас есть в основном, ну, три основных торговых марки, которыми мы оперируем. Это марка каждый день «Красная птица» и «Золотая птица», и остальные это марки-специалисты, которые скорее поддерживают этот пул основных торговых марок. Но, тем не менее, мы говорим о том, что эти, поэтому мы серьезно вот развивать, ну, масштабно как-то пул основных торговых марок, не планируем, у нас другая модель бизнеса. Но мы ежегодно запускаем порядка, как я сказала, полутора тысяч новых артикулов. И надо сказать, что мы сейчас еще и активно выводим артикулы тоже, потому что наша мартриса, она должна быть, ну, эффективной. И для того, чтобы она была эффективной, мы уже понимаем, что недостаточно только заводить новые позиции, нужно еще активно и выводить. И поэтому мы уже пришли к тому, что наш ассортимент, он должен быть мобилен, как я сказала. То есть есть основные торговые марки, в нем есть основной ассортимент, и дальше идет развитие, ежегодное пополнение развития ассортимента. Мы убираем аутсайдеров или те продукты, товары, которые не нашли отклика в сердцах наших покупателей, и идем дальше. Хорошо, что есть такие люди, которые думают о том, как и что, где мы будем покупать. Удачи вам в вашей работе. Спасибо. Благодарю за приглашение, очень приятно.